Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Ну что, нужно красиво накрасить мои губы. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Так что вот моя такая передача... Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Такима Салмановна... Что им такое интересненькое... И прочитать веления и 90-й псалон... Кстати, три раза... Вот... Обо всем успела подумать и о том... Что вы мне сказали вчера по телефону... Так что вот... Имен не называю... Ну, в общем, как-то вот так... У меня есть для вас ответ... Ну, Татьяна Салмановна и есть для вас ответ... Даже можете не сомневаться... Ну, вообще у нас шикарнейшие... Уроки изобилия, понимаете... Возьмем просто урок изобилия... Тогда этот урок изобилия не совсем ляжет на волну других людей... Они как-то будут не совсем подключены... Вот... На контрасте... Урок изобилия... На контрасте возьмем... Это уроки изобилия... Статьяна Салмановна и Мактум Сайфуде... Энергия изобилия... Уроки изобилия... Так что вот... Язык... Язык процветания, любви, изобилия... Как на нем научиться говорить? Я... Татьяна Салмановна уже с вами вообще просто и с одной... Уже сказку для взрослых... Сейчас она все объяснит... Сейчас все объяснит... Так что вот... В уроках изобилия... Язык процветания... Будем читать отрывки... Что имя такое волшебное из книг... Приближать себя к волшебным словам... Что возьмем за оппозит... За оппозит Дима мы возьмем дорогу жизни... Живем на... Яна Салмановна всю жизнь... Я живу и родилась в городе Герой Ленинграде... Так что вот... Дважды... Дважды, может быть и больше... Но точно дважды... Яна Салмановна ездила по дороге жизни на машине... И считала энергетику... Особо... особенно прошлый раз... Сейчас мы с вами... Знаете... Вы поняли, да? Язык процветания... Язык любви... Изобилия и оппозит... Это блокада... Ленинград... Дорога жизни... Татьяна Салмановна вам расскажет по энергетике... Как доставляли продовольствие по дороге жизни... Как чувствовали себя солдаты... А самое главное те... Кто защищал эти машины... Чтобы они прошли... Чтобы эти машины по дороге жизни прошли... Их защищали советские солдаты... А это что Татьяна Салмановна хочет сказать? Ну они там как поочутали... Они сразу... А они зачесают поймут... Сейчас Татьяна Салмановна загрузит им видео... Они сразу себе поймут... Это что значит? По струнке... Вытянули спинки... Так что вот... Я всех мотивирую... Мотивирую... Что любой мир... Любой мир лучше чем война... Татьяна Салмановна их все мотивирует... А они все как понять не могут... Вытянулись по струнке... Так что вот... И отдали честь старшему по званию... И как отче наш... Должен знать... Любой мир лучше чем война... Сейчас Татьяна Салмановна вам все объяснит... И про тех людей... У которых все было в блокаду... Были такие... У них все было... Они нормально жили... Они даже на этом наживались... И как вводить меня в эти... В заблуждение... С всякими там этими рассуждениями... Знаете... Вот это вот... Такой анекдот... Пока я губы крашу... Расскажу вам анекдот... Приезжает такая... Разведка... Разведка... Этого... Как там... Израильская разведка... Такая... Израильская ЦРУ... Израильская ЦРУ... И спрашивает... Татьяна Салмановна... Его знакомы... С Борджием... С Борджием... С Борджием... Знакомы... Который жил там... Много веков... Назад... Так что... От этого Салмановна им отвечает... Вы точно... Вы точно оттуда... Из израильской разведки... Вы не хотите сказать... Что пророчества апостола Павла... Уже исполнились... И мертвые воскресли... Как там апостол Павел написано в Библии... Мертвые воскреснуты... Что-то мы изменимся... Так что... То есть... Вы мне хотите сказать... Что тот кто жил... Там... Сколько там... Веков назад... Он воскрес... И в общем... Вот это вот... Так что... Вы просто прислушайтесь... К тому... Где моя... Где моя эта штука накрасится... Куда я положила... И еще... Татьяна Салмановна им хотела добавить... Чтобы такое вообще выдержать... И так далее... Вот это вот... То этот вопрос сразу снят... Правда? Сразу снят... Вот... А чтобы осознать... Вообще... Осознать... Приблизиться к этому осознанию... Как написано в книжке Натальи Правдиной... Я вам читала... Нужно быть... Близко к божественному сознанию... Вот Наталья Правдина... Вас много лет мотивирует... Как она... Выше нас только звезды... Пишет, что она адвокат Бога... Наталья Борисовна Правдина... Вот... Известный лектор... Автор... Преподает фэн-шуй... Так что вот... Приблизиться к божественному сознанию... Если у вас сознание приблизно к божественному... Вы можете вот это... Если это... То... Как говорится... Вы наверное поняли, да? Где моя эта штучка? А... Я наверное ее с собой брала... Или что? Куда она? Куда она запропастилась-то? Или яркой помадой накрашена? Ох... У меня есть такая красная помада... Ммм... А это вообще такая у меня помада... Ммм... Знаете... Вот это вот... Пахнет... Какими-то конфетами... Чем-то вкусным... Ну и все... Они ушли... У них вопросов больше не возникло... У этой израильской разведки больше вопросов не возникло... Они пошли изучать эту... Книжки Натальи Правдиной... Это у нее написано... Я же там им загрузила... Это у нее написано книжки... Богатство в моих руках... Мы сейчас с вами будем изучать отрывки... Как говорят... Не читайте советские газеты перед завтраком... Вот Этима Салманна впереди завтрак... Так что... Вы что хотите, чтобы я вам объяснила про дорогу жизни? Может быть я вам лучше загружу эти кадры? Потому что... Не надо портить как-то аппетит... Сейчас Татьяна Салманна будет варить... Татьяна Салманна сейчас это... Сейчас мне нужно чуть посудку помыть... И вообще... В общем... Сейчас буду варить себе кашку... Какая у нас сегодня кашка? Татьяна Салманна, какая у нас сегодня кашка на завтрак? Какая интрига дня... Вообще во сколько я встала... Сколько я поспала... А самое главное... Написал ли мне ответ... Михаил Маратович Фридман... Российский миллиардер... Вот Дима... Написали, что нужно... Как-то... Начинать... Вот у меня к вам коммерческое предложение... Ну... Знаете Дима... У меня как-то я по-другому... Я человек творческий... Знаете... Это творчество... Люди пишут книги... Эти медитации... Кто там... Картины... Это люди творческие... Они как-то... Не очень близки к этому... Вот это коммерческое предложение... В общем... Как-то вот это... А мне мало того, что... И продукт нужно сделать... Это видео... И вообще... Вот это такая интеллектуальная... Знаете... Вот это вот... Интеллектуальная собственность... Знаете... Информ-продукт... Да еще продвинуть... Понимаете... И заработать денег... Удивиться... Михаила Маратовича... У меня есть коммерческое предложение... Знаете... Это невозможно... Он же... Он же говорил в этом каком-то интервью... Он вообще очень интересуется... Знаете... Вот в принципе... Как вообще... Ну что... Как... Вообще какой человек... Как он живет... Какие книги читает... Так что вот... Он же как и сказал... А конечно... Если вы пишете... У меня коммерческое предложение... Эти коммерческие предложения... Наверное... Отсылаются в этот... Коммерческие предложения... В отдел какой-то... Который там... Чем-то занимается... У которых этих предложений... Короче... Все как куча... И мне когда я вообще этим... Наверное... Вообще их даже читать... Там наверное столько этих всяких предложений... Здесь нужен индивидуальный подход... Сейчас посмотрим... Ответил он мне что-нибудь или нет... Сейчас буду писать письма... Богатым и великим... I'm grateful... Как там это звучало по-английски... If you... If you be my friend... In my Facebook page... And in my... Вконтакте page... Ох... Ну да... Как я там раньше писала... Об этом забывать нельзя... Нельзя забывать... Так что вот... Такая интрига дня... Ответил он мне... Ихал Маратович... Так а чего? Какие коммерческие предложения? Я всего лишь у него попросила... Вообще честно говоря... Не просто продукты... Я конечно надеюсь... Что какие-то шикарные для меня... Потому что знаете... Локация оргазмическая звезда... Агент 007... Я конечно рассчитываю... На что такое феерическое... Я попросила у него... Эти продукты... Которые там... Пять дней... За пять дней до просрочки... Те которые... В принципе... Они как бы... Ну в общем... Вы поняли... Да? Я попросила... У него продукты... Правда с доставкой... Еще в мою эту квартиру... Написала им... По-простому... Так я могу... По-простому... Так что вот... Ну а я буду рассказывать... Пиарить... Пиарить... Я собираюсь... Так что вот... Как там... Как называется... Пиарить... Да? Ну как там... Альфа Групп... Я уже начала пиарить... Я же назвала... Моего котенка... Вася.ком... Карта Альфа Банка... Работает сама... Так что вот... Вряд ли... Им жалко этих продуктов... Другое дело... Там доставка... Но я попробую... С другим миллиардером... Договориться... Так что вот... Как там... С Олегом Владимировичем Дерибаско... Я видела... Что он... Буду рекламировать его продукцию... Между прочим... Имейте в виду... Олег Владимирович... Я буду вам писать... Статьяна Салмановна... Будет вам писать... Ваш алюминий... Или чем вы там занимаетесь... Точно еще пока не знаю... Что я... Понимаете... Я все это... Как-то вот это... Мне нужно само изучить... Чем они занимаются... Ваши... Короче... Алюминий... Я буду предлагать в Дубае... У них большая стройка в Дубае... У них там этих... Пустынь много... Постройки много... Алюминий им наверняка пригодится... И для чего там этот алюминий используется... Вот... В Саудовскую Аравию... У них будет... Не то что бартер... Они будут... Эти будут покупать алюминий туда... Если вам нужно золото... Там буду писать... В Саудовскую Аравию... Что мне нужно... От них продукты... Или чего я буду... А... От Михаила... Как там... От Олега Владимировича Дерибаски... Буду просить... Чтоб он... Как-то поспособствовал доставке моего гранта из Америки... Так что... Я буду рекламировать его алюминий... В списке... В списке Forbes... В частности... Биллу Гейтсу... Билл Гейтс из него будет делать компьютеры... И он будет... Короче... Из этого алюминия делать компьютеры... И телефоны... В общем... В общем... Короче... Алюминий... Я буду... Я буду предлагать Биллу Гейтсу... И Ворону Бахуту... В списку Forbes... Также имейте ввиду туда... В Саудовскую Аравию... И в Арабские Эмираты... В Дубай... Так что... Вот... Золото... Которое добывают на приисках... На приисках у нас все за интернет... В Саудовской Аравии... Буду предлагать... В этот... В Дубай... Они там много чего золотят... У них эти дворцы... Замки... Я вообще сама люблю золотить... Если нужно золото... Покупаем в Саудовской Аравии... И нефть тоже... Так что... Вот... За это я его... Имейте ввиду... Салмана Ла Сауд... Я буду вам писать... Писать... Татьяна Салмана вам будет... Я хочу продукты... Знаете... Я хочу конечно из лучших ваших ресторанов... Но... Я согласна... Даже если вы мне пришлете самолетом... Эти посылки... Из... Просто этих супермаркетов... С едой... Так что... Вот... Я буду ваше золото предлагать... В эту... В Дубай... Так что... Этим миллиардерам... В списку Форбс... Вот такие вот дела... Сейчас... Все там посмотрим... Как это называется... Так что... Вот это вот... Это... Из того... Что... Такая как-то информация... Вот эта... А более конкретно... По названию... Надо все это... Запосмотреть... Запосмотреть в интернете... Там же буду писать... Принцу Хамдану... Принцу Хамдану... У семьи Мактумов... Там же у них и самолеты... И аэропорты... И вообще тоже какой-то бизнес... Ну, в общем... Короче... Сейчас я посмотрю... Что там у них такое... Семейный бизнес... У Мактумов... Я буду предлагать... Имейте ввиду вам... Салман Анасталут... В Саудовской Аравии... Буду вам предлагать... Чем-то там они там занимаются... В Дубае... Какой у них там бизнес... Что вы это покупаете... Что у тех денег много... Так же из моего списка Форбс... Пилу Гейтсу... Варну Баффету... Ну и нашим... Нашим миллиардерам... Михаилу Маратовичу Фридману... Олегу Владимировичу Дерибаске... Так что вот... А всего... Что же я от них хочу... Я хочу из Саудовской Аравии... Из Арабских Эмиратов... Всего, чтобы они мне присылали... Честно говоря... Я хочу, конечно, из лучших ресторанов... Вы же там... Обратили внимание... Сейчас у меня такая пошла тематика... Сейчас я изучаю... Вот эти ше... Знаете... Вот эти вот мужчины... Так это вообще просто... Заходят в эти шикарные... Как там... Ресторанный гид... Это еда как искусство... Я тоже хочу... Знаете... Вот это вот... Пришлют мне из Арабских Эмиратов... Из Саудовской Аравии... Еду... Всякие там... Продукты... Я вам буду это показывать... Рекламировать... Так что вот... Я хочу, чтобы они мне прислали посылки... С самолетами... С этими продуктами... Так что вот... Там рыбные консервы... В общем... Что там... Рис... Рис... Макароны... Ну... Это из этого... И всякие там... Что там у них такое... Сякие сладости... Вы понимаете... Да... Уже много... Всяких... Таких... В общем... Сухо... Как там называется... Всякие... Экзотические... Экзотические фрукты... Вот... Ну... Из того, что может... Как-то вот такое... Вот это в этом... А так... В принципе... Здесь 5 часов лет... За 5 часов лета... Можно и там рыбу прислать... В общем... В принципе... Всякие... Ну... Смотрите... Там что там это покупают... Что там у них интересно... Там много всего интересного... Пусть присылают все... Что им не жалко... Да... Кокосовое молоко... Знаете... Я люблю... Кокосовое молоко... И вообще... Такие вот эти штучки... Знаете... Таких вот этих... Ну... Конечно... Типа такая... Это же вам не Китай... В общем... Ну... Что-нибудь там такое... Там фрунчоза... В общем... Что-нибудь такое интересное... Так что вот... А так... Конечно... В принципе... Такое качественное... Если вам они конечно... Мясных конечно не надо... То есть у них много мясных... Пусть конечно пристроят... Я конечно пристрою... Вот... А... А так... Вообще конечно рыбные... Знаете... Тунец люблю... Знаете... Вот это... Тунец... Майонез... Все знаете... Для этих... Вкусных салатов... Тунец... Майонез... Кетчуп... Вот... Хрена... Хороший там... Рис... Макароны... Вот... Ну... И все такое... Сопутствующее... Такие эти банки... Знаете... Вот эти вот... Всякие... Ну... В общем... Как называется... Оливки... Вот... Вкусные... Вкусные там... Помидорки... Я хотела на печь стоп... Они могут и помидоры... Я очень люблю овощи... Фрукты люблю... Так что вот... Любые овощи... Фрукты всякие... Экзотические... Там... Оливковое масло... Всякие... Вкусные масла... Вот... Там много всего можно... Такого... Интересного... Вот... Что у них такое... Национальное есть... И вообще... Всякие печенья... Вкусные... Ну... Знаете... А шоколад вообще... В неограниченных количествах... Так люблю шоколад... И всякие люблю шоколад... Понимаете... Шоколад... Шоколадные конфеты... И вообще всякие конфеты, лучше шоколадные, конечно. Такое вкусное печенье, всякие снеки. Такое качественное, хорошее. Авокадо. Свежие салаты. Вот такие в этих упаковках салаты, которые сразу можно приготовить. Что-нибудь такое из полуфабрикатов, хотя заморозка, наверное, не пойдет лучше, как в этих банках. Ну так смотрите, сварил вкусные макарошки, открыл вкусную банку тунца. Вот, майонезик вкусный, в общем, кетчуп и, в общем, какие-то там, знаете, из каких-нибудь овощей тоже консервы. Вот, так что вот, а, сырые, я сейчас очень сырые люблю. Так что вот, твердый сыр, вообще люблю любой сыр. Моцарелла и вообще, в общем, на самом деле, мадам. Йогурты, вкусные йогурты. Ну и все, знаете, такой с полуфабрикатов, знаете, бывает очень много-много всего, какие-то там такие, в общем, ну, что-нибудь такое интересное. Ну и какие-нибудь крема, крема для рук, что-нибудь такое для лица, крема, вот, там, что там еще. Ну, в общем, нет, а овощей и фруктов тоже, знаете, вот это вот, как-нибудь свежие, понимаете, свежие, хорошие, качественные овощи, фрукты, сталаты, зелень, бананы, ананасы, апельсины, понимаете, грибфрукты. А, соки, свежевыжатые соки, вкусные свежевыжатые соки, всякие смузи. Кока-колу не надо, кока-колу я не люблю ни спрать, ни кока-колу, свежевыжатые соки, гранатовые соки, вообще-то гранаты, вообще люблю дыни, арбузы, в общем, как-то вот так. Ну, что, губы я накрасила, ммм, какая-то такая звезда, такая просто суперзвезда. Сейчас мне нужна эта кастрюлька, она нужна в кастрюльке немножко там доесть. А, сначала, знаете, что, нужно там вам показать, себя перед зеркалом показать. А, сначала, знаете, что, нужно там доесть. Среднюю водичку я уже налила. Ах, наполняться любовью, гармонией, счастьем, процветанием, великолепием. Ну, тощак выбиваем, стаканчик. Ах, наполняемся еще энергией, изобилие, этот золотой чашечкой. Принято, тем самым умомным, помнишь. Ох, любовь моя, сегодня у нас самый шикарный, самый великолепный день. Не забывай чакры, 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 разрабатывай чакры. Ах, эти чакры, чакры. Вы хотите, как там, больше интима, хотите посмотреть, что у него в спальне происходит? Они хотят посмотреть, что у Татьяны Соломановны в спальне. Ну что, я постель еще там не застелила. В спальне. Ну, а у меня есть такая интриг. Спальня. Спальня, это очень интимное место. Спальня, это очень интимное место. Очень интимное место. А то, не знаю, где заходили. Зазвонились, заходили к телевизору. Мужик с кошкой тоже так думал. Так что, мужчина. Что Диана Салманна хочет сказать? Вы внимательно слушайте. Кстати, этот мужчина имеет непосредственное отношение. Кто-то знает по поводу этих черных рынков во время блокады Ленинграда. Что там было? Кошка. Кошка прыгала на подоконник. Кошка темная. Занавески темные. Так что, кошка гладкошерстная. Посмотрела, какая-то кошка. И стала говорящей. Вы знаете, мужчина, сколько стоит говорящая кошка? Миллионы и даже миллиарды. А я ищу себе спонсора моих двух каналов Ютуба. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин на русском и на английском языке. Моя страница ВКонтакте. Татьяна Салмановна через Дефис Мактум Сайфудин через Дефис. Так что, вот. А самое интересное. Эта кошка потом пошла к этому мужчине. Так все у них там в доме было. И этот мужчина почувствовал, что эта кошка говорящая, мысленно ему что-то говорит. Мужик был просто, мужчина был просто в глобальном шоке. Он так не особо не обращал внимания. Знаете, что он сделал? Он вышел на улицу. Сделал вид, что ему там нужно что-то такое пройтись. Пройтись, короче. А я сидела в машине. И очень пристально посмотрел на меня. Так что... До этого он как-то особого внимания не обращал. Татьяна Салмановна просто не хочет портить себе аппетит. Кашка. У меня сейчас кашка вот эта. Если я вам сейчас расскажу этот каучи, вот это вот, по поводу, как чувствовали себя советские войны, которые охраняли дорогу жизни. Кстати, кто знает, другого пути не было. Приказ ни шагу назад. Думаю, что, в общем, это сыграло свой урод. Татьяна Салмановна просто вам в красках не хочет рассказывать о самочувствии солдат, которые охраняли дорогу жизни. Ценой чего было привезено, вообще поступало продовольствие. И определенное количество, ну и достаточно большое, вышло в блокадном Ленинграде людей. Все-таки лучше этому языку процветания, правда? Так я тоже так подумала. Кошка говорящая, депрессию снимает. Хочется кушать, понимаете, чтобы вот это вот. Сейчас-то снять вот это вот. У меня даже на телефоне мужчина. Вы знаете, сколько у меня на телефоне денег? Сейчас я вам все расскажу. У меня сейчас на телефоне минус 500 рублей. Я даже сейчас звоню за счет абонента. Сейчас 0 часов и 24 минуты. Кстати, имейте в виду, 21 число. 21 число. Такие вот цеки пообещают, что вам пришлем, что-то оплатим. Глеб так куда-то и пропал. Так что вот обещал прислать мне денег. Так что вот так пропал. Так что, наверное, все-таки мужчина сначала как бы, сначала стулья, а потом деньги. Потому что если сначала говорящая кошка, то потом как-то вот это. Просто хочется, знаете, вот это вот. А заплатить, как там, и платежи за мою квартиру. Как там? Псел Соломан еще сценарист. Пишет сценарий для фильмов. Агент 007. Кошки говорящий. Дом волшебный. Бабшука Марка убьет расследование. У меня, знаете, 30 тысяч рублей счет за электричество здесь в квартире. Так что вот, ну 15 тысяч за электричество, и 15 тысяч в этот счет за электричество они включили за то, что сделали евроремонт. На 16 этажах поставили новые железные двери, новые ящики, новые двери на первом этаже, покрасили 16 этажей. Я просила об этом, нет. Они включили счет. И в коммунальные платежи. Так что вот, из-за электричества такой дискуссион по этому поводу. Сейчас я вам покажу, какой у меня вот этот минус. Сейчас я вот там запросила вот этот счет по моему телефону. А хочется, знаете, вот так вот снять, вот так вот, вот это, положить денежки, оплатить коммунальные платежи. Как там вообще коммунальные платежи за моего эллинга, за телефон, чтобы нормально, как там вот это, за интернет. Положить денежку на банковский счет, получать проценты и жить спокойно. Самое главное, что в жизни нет спокойствия. Я просто не хочу как-то вот это обидеть, что сказать, что я это вижу. Другому я. Потому что я вчера разговаривала по телефону и вообще получила такую информацию. Так что вот. Это тоже, знаете, будет не к завтраку сказано. Не к завтраку сказано. Просто если вы читали мой лайф-джорнал, то вообще смешно мне было такое, в принципе, вообще говорить. Если вы читали мой лайф-джорнал, вот у меня заснято 20 тысяч видео, я пишу мой лайф-джорнал с 2017 года, даже раньше. Если вы его читали, мне было это просто смешно говорить. Вы еще не сказали, а Мессинг уже знал, что вы хотели сказать. Правда, это не всегда, понимаете, это такой талант. Он, как говорится, тяжел, в принципе, достаточно тяжел знать все. Знаете про всех. Но, в принципе, такой талант. Так еще только подумали, только еще хотели сделать, только еще подумали, еще не сказали. А Мессинг уже знает. Так что вот. А вы решили мне вот это вот, проехаться вот это вот. Ну, это же не будет ни к завтраку, потому что, например, сейчас будет такой завтрак-завтрак, ну что, такая интрига, а еще немножко водички. Сейчас нужно будет поставить еще, еще это вот, скипятить чайничек. Буду пить, буду есть кашку, кашку, сейчас я вам покажу, с, так скажем, с чаем, корона Российской империи, на того же чай, это эротически, или какое, или пшеничку сварим, или кукурузную все-таки, да, если ты кукурузную, или пшеничку. Сейчас посмотрим, что быстрее варится, что быстрее варится, кукурузная, сейчас буду кукурузную крупу, или все-таки пшеничку. Продолжение следует... Просто, наверное, хотели, знаете, вот это говно скинуть, шопиться в гармонии с собой, разговаривать на языке изобилия, чтобы подержите вот это говно, что это было-то. То есть, они, наверное, так пошутили, а он так это вообще пошучил, знаете, а они вам на вот это, он так снимет у вас этих счетов вообще, за такие вообще шутки, таких денег, потом они будут, а где вот это было, а он скажет, что вообще ничего не было. Короче, вот так что. Знаете, добровольно строен, не прогресс. Так что, как-то раньше, знаете, и как-то вот эти вот добровольно строены прогресс. Ну что, посмотрим мою страницу ВКонтакте, Фейсбука. Показываю себя крупным планом. Ну что, давайте посмотрим. Показываю себя крупным планом. Показываю себя крупным планом. Показываем себя крупным планом. Продолжение следует... Продолжение следует... Ах, ведь пока как в проруби... Ах, как в проруби купаются. Вообще-то актуально, да. Актуально купаться в проруби. Дело салманы тоже закаливается. Я предпочитаю открыть, тепленько одеться, открыть окно. Вот, смотрите, звенящая роскошь. Вот этот вот мужчина. Смотрите, вот этот вот ресторейшн. Я уже днем загружала. Смотрите, вот. Я спонсора ищу себе. Чтобы ходить дорогие, посещать самые дорогие рестораны. Так что вот, ищу спонсора. Чтобы посещать самые дорогие рестораны мира. Имейте это в виду. Фуд привет! Всем фуд привет! Почему я всегда... ...вземя на это свой остальной подписчик, а я отвечу. У меня два канала. Этот основной и другой... Вот, видите, мужчина. ...оттенуясь названием... ...братан подзора ресторанов. Для удобства буду называть его вторым. Из формата лайф мы с вами выросли. Там как... Это такой энтертеймент у меня. Энтертеймент для богатых. Так, сейчас посмотрим. Я на Фейсбуке. Как он там эти лобстеры ел? Ах, как я вот эти вот... Как он там вот эти вот лобстеры, салаты и вообще вот эти вот десерты. Как же он там еще говорит? Что это? Награда за еду. Награда за еду. Как там десерт, награда за еду? Награда за еду. Да, он говорит, мужчина. Ну что, нет, не ответил. А, посмотри, за обученные цены. Ресторан Дубая. Ресторан Дубая. Ну ничего, я это письмо для чего опубликовала в открытом доступе, потому что в принципе, в принципе, я подумала, может быть, или Олег Владимирович Дерибаско посмотрит, или кто-то вообще из тех, кто... Ну, по поводу там вообще еды и так далее, может быть, там вот эти вот, ну, по поводу того, что я подумала, что открыто, в открытом доступе это опубликую, поскольку еще спонсора, вот, для моих каналов Ютуба, страницы ВКонтакте. И вообще хочу быть, знаете, таким фудблогером. Фудблогером, но в своем формате, знаете, вот этот язык изобилия, процветание, потому что я такой вообще блогер-блогер, вообще огромное количество у меня видео. То есть у меня какой-то такой свой формат, ну, в общем формате того, что вкусную еду. Надо посмотреть, сколько в мире ресторанов, так что вот. Хочу кушать, хочу попробовать, как бы, из тех ресторанов мира вкусную еду. Знаете, сколько по миру вкусных ресторанов, так что вот. Ну, такие вот дела. Для этого еще спонсора, чтобы вы снимаете видео. Имейте это в виду. Сейчас бы хорошо, знаете, вот это сесть, такой завтрак. Такой кофе на миллиард. И вообще, на самом деле, покушать вкусную клубнику, чернику, такие суперские мусли, знаете, с каким-нибудь вот этим вот кокосовым молоком, попить кофе, сорганик, милк, бананы. Ну, нужно варить кашу. Так что вот. Вот это сейчас я, как бы, в таком формате не показываю. Вот. Вы обратили внимание, сейчас я, конечно, и меньше, и меньше видео стала заснимать. Ну, а что показывать? Нужно подумать, конечно, все-таки ближе к позитиву. Специалист в области позитивной психологии. С вами я, Татьяна Салмановна Мактун Сайфуддин. Вот. Я так, я вообще люблю очень вкусно покушать. Я к чему? Я сейчас бы сейчас заснимала, сейчас бы эти видео и все. Сейчас бы все готовую еду покушала. Я говорю, что-то мне нужно сейчас посуду мыть, вот это, еще помыть тарелки, кастрюлю. Вот. А хочется, конечно, вот смотрю еще новое видео, лучшие рестораны и вообще что-нибудь такое, двойные числа какие-то там начисавшиеся, такое интересное по Ютубу. И вообще Орел и Вешка, Сицилия. И, в общем, что-нибудь такое суперинтересное посмотреть. Так что вот. Ну, против, после вот этого, как поставлю кашку вариться. Так что сейчас засмотрим быстренько, чтобы новое видео какое-то. Новое видео мне показывает, показывает Ютуб. Я вот обычно, как сока делала, когда вчера, вчера эти видео на Ютубе там стала смотреть. Обычно вот это кушаю и его смотрю в этих лучших ресторанах. Вчера, вчера я так делала, да? Всем привет, меня зовут Макс Брандт. Вы на основном канале смотрите обзор официального лучшего ресторана России. Но сначала поговорим об актуальном. Недавно у меня вышло видео про вырос укияки и самый дорогой говядины кобаль. И я-то должен вам парить. В общем, я додумаю. Так это не пропустим. Пока у нас не так много жюри. Он может быть там классный. Мильно украшен почему-то и ловый ветер. То есть он сегодня тоже боец. При заказе сета дают вот такой вот памятник, кусочком береж, березы. И первый это горбешок. Но нам принесли Анюс Буш, знакомый нам по нескольким заведениям. То есть закуски, которые как бы не в меню, как бы комплименты. И то, чем можно раздорить и чем нужно раздорить рецепторы. Смотрится очень интересно. Нам сказали, что здесь что. И, конечно, я понимаю, что в этом ресторане людям может нравиться. Начинаем мы с Анюс Буш номер один. Это сфера из розовой воды с березовым соком. В общем, насыщенный вкус розовый. Такая вот птица. Очень интересно, что здесь переплетается высокая сбалансированность. И мало на что похоже. Если мы отдельно будем рассуждать ингредиенты, то спадет все тайство. Это блюдо непередаваемо. Да, конечно, существуют и гребешок, и кумква, и мангари, и кленки. Но, как мы сейчас разомнёмся, но все-таки птица здесь необычная и интересная. И не потому что бесплатная, а тут же в том что. И давайте мы к небу лепестное масло, которое настаивается на траву. Одну-две птица, слайсика, мраморная гайдина. Черные точки – это у нас песто из черного клепеля, картофельба и ладонь, лучок. Нужно заливать соусом конзор. Ну, как я любила в Америке, мы с моим бывшим мужем по римаксовым дански ходили в рестораны Гранц, Брика, Азу, Гинза. Гинза – это, знаете, японский, знаете, китайский, японский, китайский. Ну, суши там, суши, очень вкусные суши. Гинза – это недалеко, знаете, от Фикси, Сыпкин, Мороз, Бумфилд, Коннектикут. Так что вот, ресторан Гранц, вообще, это в Вест-Харфурде. Гранц, Брика и Азу. Вот. Вот там рыбу, кушать рыбу, креветки, вообще все такое вкусненькое. Вот такие вот дела. Так, это мой канал Ютуба. Один из каналов. Татьяна Салмана Мактуса, Айпудин на русском языке. Айпудин на русском языке. Вообще, конечно, у меня такая огромная страсть, я вот сейчас интересуюсь фуд-блогерами, такой топ-топ, все богато, и вот это вообще, конечно, знаете, королевские креветки, торияки, соу, королевские креветки и лобстеры, омары, лобстеры, так что вот, тунец, ну тунец в банках, лосось я вообще очень люблю, каждый день бы кушала, уже все приготовлено, идешь, чтобы готовить, готовить, а хорошо, чтобы из лучших ресторанов мира привозили, уже готовые, все это доставляли, но в принципе, если так, можно и в замороженном виде, или в каком-то таком вообще свежем-свежем, я сама сварю, приготовлю, лучше, чтобы все это приготовлено было, я люблю, знаю, такой вариант, high-top class, like seven, seven звезд, так что вот, каждый день бы питалась, был бы у меня, знаете, вот это креветки, кисалмон, терияки, лобстеры, омары, свежий салат, руккола, ну не руккола, знаете, я люблю такой вот, обычно, знаете, как вот это вот, типа айсберг, вот такой салат, помидоры, салат из помидоров, с хорошей такой заправочкой, немножко такого винного уксуса, оливковое масло, так что вот, каждый день бы ела ананасы, бананы, вот, и, конечно, авокадо, еще виноград, виноград, и, конечно, я очень люблю дыни, так что вот, еще французские труфели, конфеты люблю, французские труфели, настоящие французские вообще труфели, конфеты, 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 рафаэлла, торт трамисуя, я в каждый день там все ела, ну в разумных количествах, завтрак, обед, полный, ужин, свежевыжатые соки, апельсиновые, маракуйя, экзотические, экзотические какие-нибудь фрукты интересные, вкусные, манго, так что вот. Такой ресторан Ла Кафе де Бьюти, творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна Мактум, Саймфудин.